Уважаемые трейдеры, инвесторы, также зрители. Меня зовут Виталий Кухта, Кухта Кэпитал. Сегодня мы сделаем обзор по рынку. Сделаем, как всегда, обзор того, что мы говорили в прошлый раз. Рассмотрим сделки моих учеников, которые торговали эти идеи, а также другие идеи. Потому что есть в комментариях эти видео. Другие трейдеры писали, что интересный формат разбора сделок, который включил аналитику. Поэтому мы будем это делать каждый раз. Плюс, если есть у вас какие-то пожелания, можете писать их в комментариях, и мы будем их включать в обзор. Прежде чем начать разбор рынка, аналитику и разбор сделок, Хотел сказать, что есть такой бонус, подарок от моего партнера компании Амаркетс. Заработай в карантин. Ссылочку на данную информацию я поставлю под видео. Или в комментариях также будет. Суть бонуса заработай в карантин. Я думаю, что во всех странах, кроме Беларуси, считаю это очень нормально, что нет карантина. Но большинство стран СНГ, а также Европы и мира, скажем, запретили там ходить по улицам и так далее. Но, скажем, трейдерам это не помеха. Имеется ввиду профессиональным трейдерам, даже тем трейдерам, которые работают на основной работе. Но сейчас, скажем, такие события, что они остаются дома. Есть возможность страховать из дому все время. 100% уделять времени анализу рынка. Поэтому для таких трейдеров компания Маркетс сделала бонусы. Более подробная информация, скажем, по этим бонусам есть в описании, ну, в этой ссылке. Сейчас не буду все рассказывать. Вы можете ознакомиться. Очень интересные бонусы. Но, скажем, эти бонусы только будут тем, кто торгует из дому и остается дома. Потому что, к примеру, я спрашивал у менеджера, сказал, что я нарушаю условия карантина, люблю в парке погулять. Он сказал, мне не положено к бонусу. Но это для тех, кто понимает черный юмор. Итак, перейдем к анализу рынка. Начнем с нефти марки Light. Бренд я не делаю, потому что больше люблю американский сортам. Итак, расскажем, что было, что произошло. Это очень интересное. Расскажу много полезной информации, которую я доносил в прошлый раз. Итак, прошлую пятницу, 27 марта, напомню, сегодня у нас сейчас посмотрим, 3 апреля, да, ровно неделю назад, я проводил аналитику по нефти марки Light. Говорил, что у нас есть вот такой коридорчик вот здесь. И если будет выход вниз, мы рассматриваем шорт, выход наверх мы рассматриваем ух. Итак, у нас в прошлую пятницу цену задавили вниз, закрылись ниже, и цена достаточно неплохо сходила вниз. Вот, скажем, идея с этим шортом и с уровнями, которые я указал, она отработала. Плюс здесь тренд шортовый и так далее. Сейчас посмотрим по данной сделке, ну, по данной аналитике сделку моего ученика Алексея. Вот он шортил на пробой данного уровня, который я указал. Сейчас чуть-чуть увеличим, чтобы вам было видно. Так. Вот, получается, уровень, который я отмечал. Вот у нас идет продавливание цены вниз, скажем, понижающийся максимум. Это, скорее всего, говорило о том, что цены будут продавать вниз. И он, получается, продал под уровнем с небольшим стопом. Забрал две части. Вот у нас первая часть профита. И вторая часть профита он, скажем, зафиксировал на гепе. Да, который был на открытии рынка в понедельник. Конечно, геп мог быть в обратную сторону. Он тут получил стоп, возможно, большой стоп. Это бывает. Скажем, это рынок. Это, скажем, нужно учитывать. Вот, если вы оставляете сделку на выходные, учитывая нефть или там S&P 500, можно за выходные такой геп получить, что мало не покажется. Но в данном случае цена показывала, что, паттерн показывал, что скорее здесь шарты. И геп отработался в правильную сторону. Поэтому Алексей заработал на этой, скажем, на нефти. Ну, это он торговал не лайт, а бренд. Там, в принципе, картины одинаковые, но сути не меняют. Итак, что было дальше? Алексей заработал на этой сделке. И что было интересного? Мы... Это была прошлая неделя, да? А на этой неделе в клубе мы с ребятами общались по нефти. И одного из моих учеников, у него была публикация от 31 марта. 31 марта, это у нас, если посмотреть календарь, это получается у нас вторник. Да, это вторник этой недели. Рисовался очень хороший паттерн в лонг. Но когда еще мой ученик писал идею, там был только локальный паттерн. В лонг, это, скажем, здесь график чуть-чуть отличается от того, который я покажу с моего тривнала. Потому что там есть некоторые брокеры, которые показывают разницу во фьючерсах. И поэтому, скажем, цена отличается и так далее. А на самом деле суть одна и то же. То есть мы рассматривали 31 марта возможный лонг по нефти. То есть это уже эта неделя. Плюс я также писал 1 апреля. Это была не шутка, что можем сортануть вверх по нефти. И вот я указывал цели. Это я публиковал в клубе. Также в закрытом клубе. Также обсуждал в открытом клубе в фейсбуке. Что возможно разорот по нефти. С трейдером я обсуждал. Вот указывал первую цель и вторую цель. Вторую цель мы сделали вчера. И плюс для... Вспомнил. Была несколько недель назад. Дискуссия по поводу дивергенции. На МСД красной парше. Был спор. Он почему-то пока не комментирует. Скажем, вот у нас была дивергенция по нефти. Очень на дневном графике. То есть у нас тренд нисходящий. Дневной график. Паттерн. То есть два в одном. Я всегда говорил. Паттерн. Потом дивергенция. Это дополнение. То есть вот у нас, скажем, условия. Условия сделки. То есть это первое. Это паттерн. Да, паттерн. Паттерн. Ну, или там модель. В зависимости по-разному можно называть. На английском или на русском. И второе. Это дополнение. Может быть дивергенция. Да. Указывая на то, что рынок, возможно, скорее всего, перепродар. Плюс. Что самое интересное. Я смотрю большинство аналитиков. Нефть там на 15, на 10 и так далее. То есть дальше. Что мне заинтересовало по нефти. Я напомню. Я всегда говорил по нефти, что я набираю небольшим объемом на минимумах. Потому что я ожидаю разворота по нефти. Я там, скажем, торговал и, скажем, и в шорт. Некоторые модели. Но у меня был определенный объем, что я ждал вон. Цену. Очень интересно было. Где-то неделю или полторы назад. Где-то в этом диапазоне. Я наткнулся на информацию на Bloomberg. Я Bloomberg, скажем, очень редко читаю. Но один мой знакомый аналитик, он запросил информацию о Bloomberg, о Bloomberg, что там нефть видят. Там очень-очень низко, чуть ли не ноль. Отрицательные цены. Там есть по некоторым сортам, если учитывать отгрузку и так далее, что там ноль. Это мне напомнило ситуацию пятилетней давности. То есть вот у нас 2020 год на носу. А сейчас мы идем на недельный график. Давайте вот таком. На недельный график возвращаемся в 2015 год. 2015 год, это недельный график. Ну, точнее, это уже начало 16-го года. Но это 2015, конец, 16-е начало, зима. Я помню, в то время я начал очень, скажем, изучать такую тему, как сантимент рынка. Я уже многим рассказывал. Сейчас вам посоветую очень хорошую лекцию по этой теме. Я помню, в это время на Bloomberg аналогично вышла информация, что нефть в то время торговалась по 30 долларов, где-то плюс-минус. И все, включая Bloomberg, все, нефть пойдет на 20, на 15, на 10 и так далее. Это было сигналом, что нефть, скорее всего, развернется. Потому что та толпа, которая здесь продает, она будет пугаться и начинать шаркить. Хеджеры будут шаркить дополнительно. И, как видим, у нас рынок развернулся. Поэтому советую вам перейти на мой сайт. Также ссылка будет в описании. Я запостил на сайте, на днях, информацию на своих ресурсах, на Facebook, в Telegram-канале. Информацию от Степана Димура. Очень интересная лекция. Я думаю, что многие ее уже смотрели, но повторно. Посмотрите, кто не смотрел, изучите ее. Очень интересный семинар, двухчасовой. Называется, как неслить депозит за три месяца. Но информация о том, о рыночном сантименте. Скажем, как работает рынок на самом деле. Вот эти новости фундаментальные, вот эти сказки. Но есть такое понятие, как рыночный сантимент. Если на рынке преобладают продажи. Так как у нас было по нефти, здесь все продавали. Видели там, я даже смотрел аналитиков на Markets. Скажем, просматриваю сантимент других аналитиков, которые видели. Но, скажем, в здравом смысле, некоторые трейдеры, аналитики, с которыми я работаю, покупали здесь нефть. Потому что сантимент у нас на 90% медвежий. И это говорит о том, что, скорее всего, будет разворот. Что у нас произошло на текущий момент? На текущий момент мы вчера смогли закрепиться выше уровня 25.70. Скажем, если мы дальше здесь, сегодня у нас пятница, сможем дальше закрепиться, даже, скажем, возможно, какой-то вынос. Но я думаю, навряд ли. Если дальше проторгуемся, то у нас, возможно, если мы пройдем 28.28. Вот уровень. Если мы его пройдем, то дальше, скажем, не исключаю, возможен рост по дефективе в районе 35. И в долгосрочном формате где-то в район 40.50. Скажем, в таком формате. Это, понятно, не будет за один день. Но в долгосрочной перспективе я ожидаю возможный рост лифти. Поэтому здесь с текущих возможно набирать лонги. Это для тех, кто пропустил покупку на низах. В принципе, сейчас можно присмотреться. Следим за уровнем поддержки 25.70 и 28.28. При пробое этого уровня также возможно рассматривать покупку. Это что касается нефти. Дальше перейдем к евро-доллару. Напомню. По евро-доллару. В прошлом вебинаре, в обзоре 27 марта, я говорил, что таким образом, что вот это у нас импульс и это очень похоже на импульс. И дальше, если у нас будет, вот у нас, мы здесь торговались, если пойдет сильное движение вниз, на откате мы шортим. Но рынок в пятницу не пошел таким образом. Он еще подрос. И у нас уже импульс нарисовался вот здесь вниз. Да, очень сложно. Я здесь шортил, получается, в среду. В среду шортил небольшим объемом. Почему? Потому что была, скажем, здесь какая сложная ситуация в формате. Ожидал так, в среду. Или шорт с текущих, или вот таким образом. Поэтому входил небольшим объемом. Немного заработал, но, скажем, таким образом. Дальше. Что у нас на текущем моменте? Сохраняется тенденция, как по мне, в шорт. Называл, что у нас возможен падение в район 1.06. И дальше, ниже, скажем, будем пробивать вот эти минимумы. Как это будет? Мы сегодня у нас на фарм. Дальше будем падать. Или, скажем, с каких-то откатов. Это уже нужно будет смотреть по факту. Но, те, кто, скажем, внимательно смотрел за моим обзором, то, возможно, скажем, рассматривал здесь ситуацию в шорт. Аналогично. И воспользовался идеями. На текущий момент, скажем, мы падаем. Здесь нужно смотреть, будет ли падение сразу. Или сегодня там фарма. Будет какой-то отскок. И дальше. Скажем, это уже нужно смотреть по факту. Дальше. Еще интересный момент, возможно, по S&P 500. Скажем, аналогично. Здесь сантимент преобладает медвежий. Да? Уже начинает немного выравнивать его. И есть идея сегодня на возможный лонг. У нас здесь формируется более глубокая коррекция по S&P 500. Она будет с текущих, эта коррекция, или будет вообще у нас более сильный лонг. Повыше в район 3 тысячи. Да? И не исключаю, если у нас разведут рынок и обновляют. Обновим хаи. Но это уже такое. Дальше. Отмена сценария. Если мы сегодня уйдем вниз и сможем перебить вот этот минимум, который был вчерашний. Ну, скажем, вот так. Закроемся. Да? То у нас уже, я думаю, что мы будем дальше падать вниз и обновлять вот эти минимумы. Там же я буду уже смотреть по факту. Уже рассматривать покупки с этих, возможно, двойной, а глобальное дно нарисуем и дальше наверх. Скажем, вот такой вариант. Скажем, поэтому, если вы сегодня покупаете, скажем, по моей рекомендации, то стопы ставим за минимум, можно покороче. И риски, там, в диапазоне процента. Потому что, чтобы не было потом, потерял на этой сделке 10% или 20 депозитов. Такого не нужно было. Так что касается S&P, то есть, не исключаю, возможен лонг. Шорт, альтернатива, если мы закрываемся сегодня ниже. Дальше. Ну, по другим инструментам, аналогичная ситуация. Новозеландский доллар, шорт, как и евро-доллар, мы будем падать с текущих дальше вниз. И еще какой-то задерк будет сегодня на новостях. Дальше. Австрийский доллар, аналогичный, скорее всего, шорт. Иена. Лонг. Да, то есть, такое ощущение, что здесь разворачиваем вот этот тренд шортовый, локальный. И мы будем двигать дальше наверх. Поэтому, здесь дальше. Канадский доллар. Лонг. С текущих. С текущих лонг. Вот это, скажем, хорошая идея на сегодня, возможно. Вот таким образом. Вот так. Вот так. И дальше. Вторая цель, скажем. Первая цель, это сегодняшнего роста. Я жду где-то в этом диапазоне. И вторая цель, скажем, ну вот эти хаи. Скажем, в таком формате. Поэтому, канадский доллар хороший. Здесь есть позиция. Посмотрим, отработается или нет дальше. Фунт-доллар, шорт, скорее всего, будет падать дальше вниз. Поэтому, ну и еще франк, аналогично лонг. Поэтому, подытожить. По всем инструментам смотрится рост доллара. Пошел сильный тренд. Посмотрим, как закроется сегодня дневка. Потому что, если там будет какое-то аномальные данные по нонфармам. То есть, если поломает вот эти все, ну условно там, австралийский доллар. Если сегодня будет выкуп, и мы вот где-то вот здесь закроемся. Может быть все. Рынок 300-400 пунктов сходит. То это поменяет ситуацию. Поэтому, все торговать не нужно. Все инструменты, да, выбрать там несколько. И так далее. Ну, по золотую идею у меня нету пока. Ну, какое-то непонятное. Я в прошлый раз говорил вот здесь о шортах. Что я рассматриваю из... Очень сложные, долгосрочные шорты. Вот оно отпадало, там, пунктов 500, да. Но дальше снова выкупили. Вот как раз вчера мы очень бурно обсуждали в закрытом клубе золото. Один ученик скинул идею в шорт по золоту вчера. И вот я его не поддержал. И там другие ребята, два ученика тоже за лонг. И некоторые ребята заработали, скажем, на лонгах по золоту. Вот этот момент обсуждали. Поэтому на текущий момент оно какое-то непонятное. Возможно, даже лонговое. Это пока все. Будут вопросы или какие-то уточнения. Подписывайтесь в фейсбук-группу. Мы там обсуждаем, если есть какие-то моменты. Всем удачной торговой пятницы на Нандфармах. Напомню, просмотрите 17 с Парен Димурой. Также напомню информацию о бонусах от компании Маркетс. Заработай карантин. Там очень подробно все расписано, какие бонусы можно получить. Так что изучайте. Всем спасибо. До свидания. С вами был Виталий Куртов. С вами был Виталий Куртов.